Всем привет! Вы на канале Процветок и с вами Юлия Кондратенок. И сегодня мы с вами поговорим о обрезке и формировке молодых, самых начинающих деревьев. Но перед тем, как идти в сад, нам нужно хорошо подготовиться. И на первом месте инструмент. Инструмент должен быть чистым и острым. Второй момент, который вы должны учесть, у вас под рукой должна быть замазка. Будь это садовый бальзам, садовая краска с фунгицидами или традиционный садовый вар. Он уже должен стоять у вас рядышком с инструментом. И третий момент, собственная техника безопасности и теплая одежда. И когда вот это у вас все есть, можно отправляться в сад на обрезку. Обрезку следует начинать, как всегда у нас рекомендуют, в феврале-марте месяце. Почему именно в это время? Уже не бывает серьезных холодов, которые могут повредить свежие срезы. Но воздух чистый, все болезни спят. Можно сказать, в хорошую зиму воздух стерилен. И срезы, которые мы делаем в этот период, они хорошо подсыхают, не заражаются и заживают. Ну и наконец, в это время мы уже видим, как дерево перенесло зиму. Есть ли подмерзание, и соответственно мы будем углублять обрезку. Есть ли какие-то повреждения, морозобоины, мы тоже это увидим и примем меры. Маленький секрет. Косточковые культуры всегда обрезаем в последнюю очередь. Из-за их особой чувствительности к низким температурам. Ведь, к сожалению, от возвратных заморозков в марте никто не застрахован. А косточковые, это вишня, черешня, абрикос, персик, колыча и слива, гораздо чувствительнее, чем наши традиционные яблони и груши. Смородину, кстати, черную, обрезаем в первую очередь. Как раз из-за ее способности очень быстро реагировать на высокие температуры днем. Она просыпается одной из первых. Ее почки набухают, и если оттянуть обрезку на последние дни, то есть риск серьезно пообламывать набухшие почки. Вот такие нехитрые правила, которые мы должны вспомнить перед тем, как отправиться в сад приводить наши молодые деревца в порядок. Нет двух одинаковых деревьев, нет двух одинаковых крон, как нет двух одинаковых людей. Но есть общие принципы, которые применимы к любому из них. И вот при обрезке мы их тоже рассмотрим. Итак, начало. Первый год жизни саженца. Саженец-однолетка. И мы берем яблоню и грушу. Обычно саженцы продаются однолетки, либо неразветвленные, либо с небольшими ответвлениями, так называемая книпбаум. Это может быть и однолетка определенных сортов, склонных к ветвлению, и двулетние деревца с уже заложенными ветвями первого порядка. Что мы делаем первый же год после посадки неразветвленной однолетки? Самое главное, мы должны аккуратненько срезать ей верхушку. На какой высоте это делается, многие спрашивают. Ведь можно обрезать и вот так, и вот так, и даже вот так. Мы обрезаем на высоте чуть выше метра. Обычно ориентир на высоту собственной груди. Для чего это делается? Для того, чтобы спровоцировать закладку скелетных ветвей первого порядка, самых важных ветвей в нужном для нас месте. Итак, подойдя к дереву, примеряемся, высота где-то метр двадцать, полтора метра не выше, и срезаем верхушечку. Вот так. Срезав верхушечку, таким образом мы провоцируем закладку хороших скелетных ветвей ниже по стволику деревца. Кстати, маленький секрет. После того, как вы срезали верхушечку над почкой, нам необходимо в зародыше удалить конкурентов. Конкуренты проводнику. Дело в том, что из верхней почки проснется побег-проводник. Он очень важен для дерева. Его ни в коем случае терять нельзя. А из второй, третьей и даже иногда из четвертой почки, ниже ее, просыпаются побеги конкуренты, которые загущают крону, формируют острые развилки и очень негативно сказываются на структуре и долговечности кроны. Чтобы не иметь проблем, потом удаляем конкурентов в зародыше. Выламываем вторую, третью и четвертую почечки. И аккуратно замазываем их садовым варом либо бальзамом для того, чтобы в этих ранках не появилась инфекция. Выломав эти почки, мы провоцируем закладку скелетных ветвей ниже. И чем ниже они закладываются, тем более пологий угол отхождения. А это то, что нам очень важно. Вот здесь в этом же году проснутся новые скелетные, правильные, хорошие веточки. Именно они станут основой вашего дерева, основой его долговечности и основой очень высокого урожая. Это так называемый плодовый стол. Эти ветви нужно беречь, как зеницу ока. Итак, мы срезали верхушечку, мы выломали почечки и внимательно осматриваем столик. Высота штамба ствола у плодового дерева должна быть не ниже 60-70 сантиметров. Это оптимальная высота, которая позволит вам хорошо за ним ухаживать, с удобством, хорошо проветриваться и так далее. Поэтому если здесь где-то у вас есть проснувшиеся побеги, удаляем их без сожаления. И не забываем замазывать. Вот так удалили на кольцо. А сейчас мы с вами рассмотрим следующий вариант. Вы купили двулетку разветвленную, либо уже растет у вас двулеточка, яблонька, грушка, которая заложила боковые скелетные ветви. Вот смотрим на нее. Здесь пунктиром я отметила высоту штамба, где не должно быть никаких других веток. Чистый ровный стволик. Итак, первое, что мы делаем, подойдя вот к такому деревцу. Зачищаем ствол от поросли. Убираем все, что выросло на стволе или у его основания. Этих веточек быть не должно. И смотрим на крону. Выделяем проводник. Вот он. Что такое проводник? Это продолжение ствола. Они идут в одну линию. Вот проводник. Вот его нам нужно беречь. Здесь же можно заметить и конкурент. Вот он. Вот конкурент наш. Обычно эти побеги чуть-чуть не дотягивают до высоты проводника. И отходят под очень неблагоприятным острым углом. Мы в дальнейшем с вами рассмотрим варианты отхождения ветвей. Поэтому такой побег, такую веточку мы однозначно удаляем. Аккуратненько. И у нас остаются вот две скелетные ветви, допустим. Здесь мы должны запомнить следующее. Проводник всегда должен занимать лидирующее положение. То есть быть выше всех остальных ветвей хотя бы на 20-30 сантиметров. В идеале, если мы посмотрим на крону в профиль, правильно сформированное деревце будет напоминать равнобедренный треугольник, пирамиду. Вот это мы с вами и сделаем. Немножко подрезав верхушку, опять же, над почкой, для чего это делается? Чтобы спровоцировать закладку второго яруса. Мы укорачиваем боковые ветви. Проводим условно стороны треугольнику. И все, что выбивается за эти условные стороны, укорачиваем. Получается вот такая вот правильная фигурка. Благодаря укорачиванию на вот этих вот скелетных веточках у нас проснутся почки. И из них вырастут побеги, формирующие обрастающую древесину, на которой уже будут закладываться первые цветковые почки. Правило при укорачивании то же самое. Всегда срезаем чуть выше почки, и почка должна идти наружу, не внутрь. Для чего? Если мы возьмем с вами... Если мы с вами возьмем, рассмотрим поближе побег с почкой. Вот представьте, вот у нас идет ветка, вот мы ее срезали. И срезали мы ее на верхнюю почку. Побег, который из нее проснется, он пойдет вертикально вверх, загущая крому. Нам это не нужно. Такие побеги можно провоцировать только в том случае, если вы в дальнейшем их укоротите на следующий год для формирования плодовой древесины, на которой будет урожай. Если мы срежем на почку, которая идет наружу от ствола, вот у нас ствол, вот на эту, если мы срежем, то здесь проснется побег, который пойдет более полога. Это то, что нужно нам в первую очередь, чтобы разложить немного крону в стороны. Кстати, ветки, которые расположены как можно ближе к горизонтальной плоскости, в первую очередь закладывают цветочные почки и начинают плодоносить. Особенно это важно для груш. Есть даже прием оттягивания ветвей для провокации наступления плодоношения, чтобы как можно раньше заплодоносило наше деревце. Итак, мы поняли, мы срезаем на наружную почку, вот на эту. Тогда у нас получится правильная, хорошая крона. Итак, а что бывает, если вы приобрели очень высокий саженец или в прошлом году был посажен, он резко махнул вверх и заложил крону на высоте более полутора метров? Это нежелательный вариант. И здесь, как бы вам не было больно, как бы у вас кровью сердце не обливалось, но придется эту крону срезать. Говорится, надо, Федя, надо. Почему мы это делаем? Как я уже говорила, главное, крона должна быть удобной для ухода, чтобы вы могли даже забраться на это дерево. Если мы заложим крону на высоте полтора метра и выше, у нас получится очень высокое дерево. И в дальнейшем, когда придет время ограничить его рост на высоте 3-3,5 метра, окажется, что ее объем недостаточный. И дерево выглядит некрасиво. Дерево выглядит некрасиво с очень высоким стволом. Это непрактично. Итак, мы срезаем вот эту высоко заложенную крону и этим самым провоцируем заложение новой кроны на той высоте, которая нам необходима. После обрезки здесь проснется новый побег, проснется наш проводник, и мы вновь получаем хорошую, аккуратную однолетку. Следующее правило, о котором должен помнить каждый садовод. Дерево должно быть симметричным, хотя бы в одной плоскости. Если мы посмотрим на деревце сверху, то в идеале оно должно представлять собой вот такую вот звездочку, где все ветви расположены равномерно или более-менее равномерно по окружности. Такое дерево будет очень устойчивое. Оно не завалится под сильным ветром, под нагрузкой из-за дождя и прослужит вам очень и очень долго. Но бывает так, что ветвей в первом ярусе закладывается очень мало или закладываются они неравномерно. Вот как в этом случае. Здесь мы смотрим на деревце сверху и видим, что у него вот этот сектор кроны абсолютно пуст. И деревце может со временем завалиться вот в ту сторону, потому что все ветки сгруппированы именно в этой части. Что можно сделать? Вариант первый. Мы можем удалить одну из ветвей вот здесь и сформировать в результате такую плоскостную форму яблони, как шпалера, ровную. Она будет тоже симметрична и она тоже будет смотреться очень красиво. Кстати, такие формы кроны очень хорошо просвечиваются, продуваются ветром, и яблоки получаются очень красивые и нарядные благодаря этому. Если же вам жалко, все-таки хорошая веточка, жаль, мы прибегаем к оттягиванию ветвей. Для этого нам понадобится хороший прочный шнурок, шпагат и колышки. Привязав в определенном месте, мы оттягиваем эти ветки в ту сторону, которая поможет закрыть вот эту пустоту. В результате мы получим дерево вот приблизительно такой формы, но оно тоже будет симметричное и значит устойчиво. Ну и наконец, классический случай, когда вот у нас плоскостная получилась крона и одна ветка довольно сильная, лишняя. Мы ее можем спокойно вырезать, потому что здесь бывает тоже сложно перетянуть. Это как вариант. Итак, оптимальный это симметричная крона, где ветви равномерно распределены по всей окружности. Кстати, сколько ветвей должно быть в первом ярусе? Оптимально 4, но не больше 5. Выпускается, кстати, и 3 ветви. В таком случае у вас формируется очень хорошее, очень устойчивое, очень урожайное деревце. Во втором ярусе должно быть 3-4 ветви, не больше. Что это значит? Вот сейчас мы с вами так вырисуем. Вот у нас деревце наше. Вот оно заложило в первый год свои 4 веточки. Здесь мы ее прищипнули, подрезали верхушку проводник и спровоцировали закладку еще нескольких ветвей. Итак, вот у нас это первый ярус, это у нас второй ярус. Обычно мы советуем для приусадебных участков закладывать 2-3 яруса ветвей, не больше. После чего проводник аккуратненько вырезаем на высоте 3-3,5 метра. Дальше деревцу расти не нужно. Как это делается? Это уже на более взрослых деревьях, которым уже лет 7-8, если не больше. Вот представьте, мы уже заложили крону, вот у нас наши условные яруса, вот наш проводник. Мы его удаляем над боковой, половой, уходящей в сторону веткой. Таким образом у нас сформируется такая округлая, немножко уплощенная сверху крона. Она будет прекрасно просвечиваться, прекрасно продуваться и удобно будет за ней ухаживать. А сейчас мы с вами поговорим о такой важной вещи, как углы отхождения скелетных ветвей. От того, под каким углом отходит ветка от ствола, зависит долговечность и здоровье дерева. Почему? Если угол отхождения острый, менее 40-45 градусов, здесь возникает очень высокий риск образования отломов, разрывов коры, под нагрузкой особенно. И именно здесь чаще всего возникают раковые язвы. Нужно сказать, что если рак возникает в районе развилки, это очень плохо. Такие деревья крайне сложно восстановить. Это критическая точка для дерева, его развилка. Потому что если здесь возникает болезнь, нам иногда приходится терять почти все дерево, вот здесь срезая. Итак, острые углы на деревьях крайне нежелательны. Если угол отхождения очень острый, и вы уже не можете ветку отогнуть, ее следует удалить. Срезаем на кольцо по внешнему краю наплыва. Благодаря этому ранка быстро затянется, зарубцуется, и от нее не останется ни следа. Если угол отхождения не очень острый, и ветка располагается в очень хорошем месте, там пустой получается сектор, если мы удалим ее, то здесь можно прибегнуть к отгибанию, либо установке специальных распорок между этими ветвями, для того, чтобы привести ее к оптимальному положению. Увеличить угол отхождения до 50-60 градусов. Такие ветви имеют самое прочное срастание с древесиной. Они очень долговечны, и благодаря такой формировке кроны дерево способно прожить очень долго, сохраняя здоровье и красоту кроны. Следующий важный момент – точка напряжения. Что это такое? Бывает, что на стволе деревца формируется, закладывается сразу несколько крупных скелетных ветвей, отходящих очень близко друг от друга, буквально на расстоянии 10-15-20 сантиметров. Это очень плохо. В этом месте древесина, ствола и ветвей находятся под очень большим напряжением из-за нагрузки на каждую из этих ветвей. И как бы не было жалко, нам придется эту точку напряжения разобрать, снять напряжение. А сделать это можно, только удалив часть ветвей. Пускай у вас крона в этом месте будет чуть пореже, но она будет долговечнее. И, повторяю, запоминаем главный принцип. Крона должна после обрезки оставаться максимально симметричной. Итак, посмотрев крону со всех сторон, прикинув ее вид сверху, мы удаляем те ветви, которые создают напряжение в нашем, так сказать, царстве-государстве. Мы их удаляем. Получается более разреженная крона, и деревце снимает в этом месте с себя напряжение. Такие вот простые правила для обрезки я рекомендую вам применить, когда вы весной пойдете в сад. Сейчас мы с вами рассмотрели некоторые важные, критически важные моменты, которые должен знать каждый садовод, который начинает формировку дерева. Это формирование правильной кроны, симметричной кроны, это борьба с острыми углами и развилками. И еще один очень важный секрет. Запомните, молодые деревья никогда не нужно очень сильно обрезать, очень сильно укорачивать. Это провоцирует излишний вегетативный рост и отодвигает плодоношение на год-два. Обрезка должна быть щадящей. Есть одно нехитрое правило. Правило укорочения побегов, которое можно даже себе записать как небольшую шпаргалку. Насколько можно и нужно укорачивать, перелеснуть. Правило укорачивания побегов ветвей. Насколько нужно укорачивать ту или иную ветку. Если ваша ветка, однолетний прирост, имеет длину 20 сантиметров и менее мы ее не трогаем. Вот она у нас растет. 20 сантиметров мы ее не трогаем. Касается ли это скелетных ветвей, закладывающихся на молодом дереве, или это касается обрастающих ветвей? 20 сантиметровая мы не трогаем. Если ваши ветки отросли на длину от 20 до 40-60 сантиметров, то мы можем укоротить их на четверть. Вот наша ветка. Условно делим ее на четыре части и укорачиваем. Если же ветка выросла длинная, сантиметров 60-80-90 метров, то, соответственно, укорачиваем мы ее еще сильнее. Здесь мы можем укоротить ее на одну треть. Условно делим на три части и укорачиваем. Здесь делим на четверть, здесь одна треть длины, и, наконец, иногда мы так любим свои растения, почва у них хорошая, кормежка великолепная, и дерево, откровенно говоря, бушует, и дает приросты более метра. Вот такие прекрасные приросты, более одного метра. И здесь мы спокойно можем удалить до половины длины ветви. Но у нас есть еще очень интересная культура, которая называется слива и алыча, а также абрикос. Они способны в благоприятные годы давать прирост более двух метров. Здесь укорачивание может снимать три четверти длины. Если у вас, здесь у нас метр, допустим, полтора длина, если у вас растение дало прирост от полутора до двух метров и больше, мы укорачиваем на три четверти. На три четверти ее длины. Итак, закономерность прослеживается следующим. Чем длиннее прирост, тем сильнее мы его укорачиваем. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы получить прочную, хорошо заполненную, обрастающей древесиной крону. Это позволяет получить компактное и урожайное деревце без голенастых, пустых ветвей. Я думаю, многие из вас увидят в старых садах такие деревья, длинные, метр-полтора, а то и больше, сучья, без единой обрастающей ветки. Да, дерево огромное, красивое, но согласитесь, всем ли нужны такие огромные деревья? Итак, чем длиннее прирост, тем сильнее мы его укорачиваем. И не забывайте на молодых деревьях, которым годик, два, три, замазывать по максимуму все срезы, травмы, царапины и так далее. У них еще слишком мало древесины, и любая болезнь, которая может проникнуть в них, может оказаться критической, смертельной или серьезно подорвать его здоровье. Поэтому обрабатываем тщательно. Вот такие нехитрые правила обрезки деревьев первые годы мы сегодня с вами рассмотрели. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, выдвигайте свои предложения, что бы вы хотели услышать на нашем канале, увидеть, узнать. И до новых встреч! С вами была Юлия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова